Приветствую, друзья, сердечно. Ну, вы знаете все, что уныние – это грех. И когда у вас упадок сил, и когда у вас не хватает энергии, допустим, вы чем-то занимаетесь, или там ребёнок болеет, или муж там выпивает, или что-то, и вот вы уже теряете энтузиазм, или попадаете под влияние чужих каких-то непонятных советов, начинаете выполнять какие-то непонятные требования, попадаете в какую-то беду. Ну, как вырваться от туза? Но самое главное, оказывается, думать своей головой. Это мы тоже знаем. А как думать своей головой? Оказывается, путь – это быть междисциплинарником. Это иметь много любимых дел. Чем больше любимых дел вы имеете, тем больше точек опор. Вот я, например, тяжеленный инвалид, ну, очень тяжёлый инвалид, после травмы шеи, почему я об этом говорю? При этом у меня какая сила духа? Почему? Только потому, что у меня много любимых дел. Я рисую, я живой пример, который даёт надежду многим. Сейчас есть люди, у которых и ног нету, и рук нету. Вы знаете, какая обстановка. А ведь, знаете, у всех в душе есть много, ну, такого, о чём они мечтали в детстве, что они любили. Я вот предлагаю открывать у себя эти таланты и способности. Если вы не можете конкретно рисовать, или поднимать штангу, или там делать какие-то движения с этим холохопом, это всё можно моделировать. Закройте дверь, чтобы вас никто не слышал. Первое, несколько минут выговаривайтесь. Всё, что в голову приходит, всё, что на душе лежит, выговаривайтесь. Во второй части начинаете выговариваться о своих желаниях и мечтаниях. Будьте внимательны. Я сейчас говорю сокровенные вещи, которые сотням людей помогло. Мне постоянно пишут благодарности. Кто-то начал рисовать попугайчиков, кто-то начал цветочки выращивать, кто-то даже никогда и не задумывался, что... И вдруг мне пишут, вы знаете, мне так помогло, такое вдохновение происходит. Почему, говорят, все так не делают? Потому что на школе так не учили. Я не буду объяснять, почему на школе так не учили. Было время у нас, когда нас наоборот учили тому, чтобы мы были многосторонними, многогранными личностями. У нас были кружки в дворцах пионеров. Мы ходили и на горни играли, и в хоре пели, и рисовали, и лобзиком выпиливали. Было много, сейчас этого нет. Ну, это же и надо культивировать себе. Вспоминайте любимые дела, вспоминайте свои мечты. И чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. Потому что открытие происходит между дисциплинами, между различными профилями деятельности. Чем больше у вас будет различных любимых дел, тем вы будете устойчивее, будете думать своей головой. Поэтому я предлагаю вам, кто еще не в курсе, что такое метод-ключ, прямо сегодня начинайте выговариваться за закрытыми дверями. Самое главное, что там не просто выговариваться, а надо после этого сесть, пустить мысли на самотек, называется стадия посредействия, чего нету, психоанализе. Там выговариваются, когда психоаналитик там наводит на больную точку в душе, человек как потоком начинает выговариваться, и очень хорошо. Но у нас есть еще там, первое, надо, чтобы между словами не было перерывов, и когда вы не знаете, что сказать дальше, говорите раз, два, три, это первое. Или любое другое слово, раз, два, три, или там, как хорошо, как хорошо, ну, пожалуйста. Чтобы непрерывность была, это главное. Потом сели, чего не знает никто, стадия посредействия, пустили мысли на самотек, сидишь и думаешь, о чем думается, и там наступает результат, как будто груз с плеч. Короче говоря, выговаривание, потом любимые дела, чем их больше, тем лучше, досуг, так называемый, досуг, пускай это не приносит сразу вам дохода какого-то, но это самый главный доход, что вы были здоровыми, соображали своей головой, не попадали под манипуляции, и в уныние не попадали. А я для вас пример. Мне 73 года, у меня тяжеленная операция, 7,5 часов, я 7 лет не выхожу из комнаты, я счастливый человек, и я помогаю сотням тысячам людей, мне постоянно звонят и больные, и здоровые, а я им всем помогаю, потому что я им подсказываю, что надо делать, и они выздоравливают. Да, друзья, и сейчас мы с Константином Михайловым, и с Любовью Абакумовой, и с Федором Макаровым, ну, короче, я не буду всех перечислять, и Бориса Каневского, я не буду перечислять, это почетные участники нашей школы, Человек будущего, Homo Futurus, мы вместе и с Александром Кроминым, мы все вместе будем выдавать ролики, которые вы будете смотреть, там и картины, и стихи. Ну да, мы же много, ну, сказать, что ли, так или нет, многостаночники, именно такими и были великие гении, они стихи писали и рисовали, они там еще чем-то занимались, и там Эйнштейн на скрипке играл, правда, говорят, не очень хорошо играл, но дело в том, что когда он занимался повторяемыми действиями, а у нас повторяемые действия снимают напряжение, как молитва, как мантра, то же самое, потом молитвенная благодать, ну, мы вам все дадим, вы просто открываете у себя творческие качества и способности, занимайтесь любимыми делами, мы вам поможем открыть, мы поможем вам стать многогранными, а это и есть то, что сегодня будет самой мощнейшей защитой от всяких безобразий и манипуляций, чтобы не было уныния, чтобы были силы, чтобы вы были здоровы. Да, увидите, что мы сделаем, и следите за нашими каналами, обязательно запишитесь, кто не записан, и на телеграм-канал, этот Лёшка Сайлиева, и на ютуб-канал, и на рутуб-канал, запишитесь на все каналы, смотрите ссылочки под роликом, и записывайтесь. И мы очень быстро, несмотря ни на какие неприятности, будем чувствовать себя в силы, да, ну, я пример. Почему я не стесняюсь говорить, что я тяжелый инвалид? Потому что мне это дает дополнительные силы, потому что у нас суперметодика стресс-трамплин, как превращать любую боль, любой страх, любой стресс в трамплин для новых достижений. Такого в мире нету, поэтому возьмемся за руки, друзья, пишите комменты, потому что, вы знаете, вот мне пишут постоянно благодарности, это надо не мне писать, а там под роликами писать, чтобы все чувствовали, что мы все вместе. Ну, кто хочет, и мне напишет. До встречи. До встречи.